Здравствуйте! В эфире информационно-правая программа 112. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 21 по 27 января 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 186 сообщений о происшествиях. Из них 10 преступлений, 8 из которых раскрыто в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 39 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. На территории Ненецкого автономного округа в период убойной кампании продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Тропа». Сотрудники полиции ежедневно осуществляют патрулирование. Фактов незаконной добычи и отстрела оленей не допущено. С 21 по 30 января 2019 года на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Притон» в целях выявления фактов организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. О незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о фактах культивирования наркосодержащих растений, наркопритонах и точках сбыта можно сообщить, направив информацию на электронный адрес мвд83собакамвд.gov.ру, либо оставив сообщение на официальном сайте Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в разделе «Для граждан. Прием обращений», а также в отдел по контролю за оборотом наркотиков управления по телефону 8-81-853-6-00-47, мобильный телефон 8-911-650-57-49, либо на телефон доверия управления с абонентским номером 8-81-853-4-21-52. Анонимность гарантирована. В следственном отделе окружной полиции в конце 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту попытки хищения двумя неизвестными мужчинами алкогольной продукции из магазина по улице Губкина, поселка Искателей. В ходе проведения разыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска установлены личности мужчин и их местонахождение. Ими оказались жители города Ульяновска, которые находились в ноябре-декабре 2017 года на территории Ненецкого автономного округа с целью осуществления трудовой деятельности. Оперативниками окружного управления при сотрудничестве коллег из города Ульяновска получены признательные показания данных лиц. Полицейским злоумышленники рассказали, что в тот день они, находясь по месту пребывания, вдвоем употребляли спиртные напитки. Когда у них закончился алкоголь, они направились в магазин, где спрятали под одежду три бутылки коньяка и вышли из торгового зала, пройдя мимо кассы и не оплатив товар. Но на выходе из магазина они были остановлены охранником, по требованию которого отдали алкогольные напитки и покинули магазин, не дожидаясь приезда сотрудников полиции. После проведения необходимых следственных действий уголовное дело, возбужденное по данному факту, будет направлено в суд для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения. 16 января 2019 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность граждан, приглашающих иностранцев. В новой редакции статьи 18.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, установлено, что сторона, пригласившая в Россию иностранных граждан, обязана обеспечить соблюдение приглашенным иностранным гражданинам порядка пребывания, проживания в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию. Такая обязанность сохраняется в течение всего фактического периода пребывания либо проживания в России иностранца, ведения им деятельности по заявленному роду занятий. Также приглашающая сторона должна обеспечить своевременный выезд иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. Ответственность за нарушение этих требований предусмотрена в виде административного штрафа. На граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 45 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Ночью с 19 на 20 января 2019 года в поселке Красное Ненецкого автономного округа произошло возгорание жилого дома по улице Ненецкой. На место происшествия прибыли все сотрудники пожарной части и было обнаружено открытое горение в районе септика, существовала угроза воспламенения всего дома. Как сообщается в письме, поступившем в адрес управления от главы муниципального образования Приморско-Куйский сельсовет Ненецкого автономного округа Виктора Александровича Таратина, обнаружил возгорание и принял все первоначальные необходимые меры по его локализации старший участковый полномочный полиции капитан полиции Роман Лебедев. Виктор Таратин оценил действия участкового, отметив в своем письме, что благодаря его решительным действиям удалось избежать большой беды. Начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Олег Яковлев выражает благодарность главе сельсовета за высокую оценку сотрудников полиции. 23 января 2019 года в актовом зале администрации города Наринмара состоялось расширенное заседание коллегии Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, на котором подведены основные результаты деятельности подразделения управления за 2018 год. В своем выступлении начальник управления, полковник полиции Олег Яковлев озвучил итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МВД России по Ненецкому автономному округу за 12 месяцев 2018 года, сделал акцент на имеющихся недостатках и определил конкретные задачи на 2019 год. В завершение коллегии Олег Яковлев выразил слова благодарности руководителям органов власти и правоохранительных органов за организацию взаимодействия и всему личному составу управления за добросовестное исполнение своих обязанностей. За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности лучшие сотрудники управления награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. 24 января в Комплексном центре социального обслуживания с гражданами, проходящими курс оздоровительных процедур, проведена беседа на тему профилактика и предотвращения совершения преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали о самых распространенных фактах мошеннических действий на территории округа и о действиях, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов. Кроме того, до присутствующих доведена информация о том, что в последнее время участились случаи покупок у граждан, привыкших из других регионов, некачественного товара, такого как электроинструменты, мелкая бытовая техника, постельные принадлежности и т.п. Сотрудники полиции призвали граждан проявлять внимательность и бдительность при приобретении недорогих товаров, а также избегать общения с незнакомыми людьми по телефону и в сети интернет. В Наринмаре завершилась ежегодно проводимая Министерством внутренних дел России всероссийская акция «Студенческий десант». 25 января 2019 года в зале совещаний Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу в торжественной обстановке состоялась церемония награждения участников спартакиады, организованной Ненецкой региональной общественной организации «Динамо» и Общественным советом при УМВД России по Ненецкому автономному округу в рамках всероссийской акции «МВД России. Студенческий десант». В своем выступлении заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Сергей Сахаров поздравил студентов с Днем российского студенчества и пожелал ребятам успехов в учебе и удачи в выборе профессии, а также вручил благодарность за помощь в проведении спортивных мероприятий члену Общественного совета при УМВД, заместителю директора Дворца спорта «Норд» Игорю Латкину. Заместитель председателя Общественного совета Вера Дроздова также поздравила студентов с праздником и вручила диплом, благодарности и сладкие подарки победителям и призерам, проведенные для студентов деловой игры на знание правовой грамотности. Кубком победителя, дипломом и сладостями награждены студенты Ненецкого аграрно-экономического технику имени Волкова, занявшие первое место в Спартакиаде. Дипломом за второе место награждена команда Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского и за третье место команда Ненецкого профессионального училища. Кроме того, студенты награждены дипломами за участие в личном зачете по плаванию на дистанции 50 метров. С 26 на 27 января текущего года в ходе несения службы на территории поселка Искателей сотрудниками отдела ГИБДД выявлены два автовладельца 1995 и 1987 года рождения, управлявшие автомобилями отечественного производства в состоянии алкогольного опьянения. При остановке транспортных средств, вызывающих подозрения, водителям было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты теста показали содержание алкоголя в организме обоих мужчин. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции установлено, что ранее водители привлекались к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В действиях данных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сотрудники госавтоинспекции предостерегают автовладельцев, что в избежание совершения ДТП и серьезных последствий для здоровья и жизни садиться за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. 27 января 2019 года в дежурную часть окружной полиции обратился житель Наринмара с сообщением о том, что ему нанесены побои, в результате чего ему причинены телесные повреждения. Стражами порядка в ходе разбирательства по данному факту установлено, что заявитель, находясь в гостях, употреблял спиртные напитки со своими знакомыми. В процессе распития алкоголя один из гостей нанес ему побои за то, что он ударил хозяйку квартиры кулаком в лицо. Женщина, в свою очередь, рассказала дознавателю, что это не единичный случай, когда ударивший ее мужчина нанес ей побои. Он являлся ее сожителем и в течение января 2019 года систематически избивал ее. Но она не обращалась для оказания помощи ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы. В настоящее время по обоим фактам сотрудникам полиции проводятся проверки, в результате которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К сведению, истязание, причинение потерпевшему физических или психических страданий, включая систематическое нанесение побоев, применение пыток, угроз, оскорблений, а также иные насильственные способы, лишение сна, пищи, воды, запирание в холодное помещение, порка, связывание и тому подобное. Ответственность за данные деяния предусмотрена статьей 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Истязание. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления ВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.